Приветствую вас! Давайте мы с вами попробуем разобраться с тем, что произошло. Я попробую вам помочь, я попробую вам подсказать то, что с вами случилось. Я попробую вам раскрыть, скажем так, некоторые моменты вашего состояния, которые у вас есть. Ну а, соответственно, после этого я спрашиваю, дам некоторые рекомендации вам относительно того, что желательно бы сделать. Итак, вы пишете, что обошли много психологов. Вот, довольно забавно, вы пишете, что, уважаемые эксперты, обошла много психологов. Но вы же, обойдя много психологов, обращаетесь вновь к психологам. Если вам психологи не помогают, значит, что, либо вы ждете какой-то такой помощи, которая психологам недоступна, да, либо вы обращаетесь не к тем специалистам. Это первое. Далее вы пишете, что, значит, вот, ситуация такая, что обращалась ко многим, ничего не помогает. Значит, соответственно, что делать, уже не знаю, да. Вот, значит, далее вы пишете. В момент сильного стресса появилась в себе агрессия. Здесь нужно сразу сказать так. Значит, по поводу чего был стресс? Во-первых. По поводу чего был стресс? И по поводу чего была агрессия. То есть, понимаете, есть подозрение, и оно довольно серьезное, это подозрение, что стресс лишил вас чего-то важного. Стресс лишил вас какого-то аспекта в вашей жизни, который заставлял вам удовольствие, который давал вам ощущение стабильности, ощущение надежности, может быть, в жизни, да, и так далее. И в ответ на это, в ответ на вот эти моменты, в ответ на данный акт, свой адрес, вы испытали агрессию. Агрессия – это реакция на потерю объекта, несущего удовольствия вам. Соответственно, ну и нужно понять, что же именно, во-первых, спровоцировало стресс, это во-первых. Во-вторых, какой именно объект своего удовольствия вы потеряли? То есть, что именно вы потеряли? какой именно объект удовольствия вы потеряли? Вот это основные важные вещи для вас. Конечно же. Для вас. Конечно же. Значит, это вот такой момент. Такой момент. Далее. Снесло, обедывая башку перестивы. Ну, логично, что если вы потеряли свой объект, который приносил вам удовольствие, то логично, что ваша жизнь, да, она стала другой. Немного. Ваша жизнь, она теперь по-другому немножко стала протекать. вот. И соответственно, соответственно, вопрос здесь в том, вопрос здесь в том, как именно ваша жизнь стала теперь протекать? Как именно ваша жизнь изменилась? вы говорите, что у вас несло башку и так далее. Это на самом деле не то. Это не то. Несло башку это следствие. Это следствие. По какой-то причине вы потеряли, например, веру в себя. По какой-то причине вы перестали верить в себя. Понимаете? И вот вопрос заключается в том, почему перестали верить в себя? Скорее всего, скорее всего, причина была в другом. Не в том, что вы описываете. То есть, что вот вы значит до этого момента жили, у вас все было прекрасно, до этого обстоятельства вы жили, у вас все было здорово, а после этого все, вдруг все стало плохо. Так не бывает. Если вы жили раньше, если вы жили раньше, и если вы не замечали проблем, которые у вас, например, имели место быть, то это ничего не значит. Проблемы, скорее всего, были, поэтому вы о них не знали. И этот случай, эта ситуация вскрыла ваши проблемы, которые у вас уже были. Вопрос, конечно, заключается в том, что это за проблема. Вы называете в качестве проблемы вы называете социофобию. что вы пишите, что уже 4 года живу, ничего не понимаю. Ничего не понимаю в чем. Боюсь людей почему. Страх на всем основном. Да, и что наставило агрессию подавить. Объект удовольствия, удовольствия вы потеряли. Да, то есть почувствовали, что вы можете его потерять. Объект удовольствия. Ага, значит, потеряли объект удовольствия. Но делать с этим ничего не станет. То есть почему-то агрессию себе подавили. Чем мотивировано было подавление агрессии? И в чем заключалась сама по себе агрессия. Ведь агрессия это противодействие, правильно? То есть сопротивление. Получается вы подавили в себе сопротивление. Значит, либо сопротивление было ну скажем так, либо сопротивление было недостаточно обоснованным с вашей точки зрения, причем замечу, именно с вашей точки зрения сопротивление было необоснованным. Либо ситуация к тому обязывала. То есть человек оказался сильнее, мнение человека для вас оказалось там более важным. Ну и так далее. То есть там вариантов в принципе еще может быть много. Довольно в любом случае этим нужно разбираться. Что это были за варианты. Так или так или иначе ситуация такая. ситуация такая. И непонятно вот вы говорите что не бог ко мне кто-то подойдет посмотрит на меня. Что такого-то? Что стоит за страхом? Что стоит за этим переживанием? Ну подойдет к вам ну и что? И как бы что будет? Что вы боитесь? чего опасаетесь? Подумайте какие негативные последствия по вашему мнению следуют или могут последовать за вот тем обстоятельствам которые вы описываете да? То есть вот вы же не самих людей боитесь вы же я уверен боитесь именно того что последует за этим ну вот и попробуйте подумать попробуйте ответить на этот вопрос то есть что стоит за этим за людьми это первое второе если это вот эти обстоятельства вам удастся идентифицировать да то есть вы сможете понять что же это все так пытайтесь следующим пунктом подумать о том настолько ли оно страшно для вас настолько ли оно ужасно настолько ли оно катастрофично для именно для вас и если да то чем понимаете страх страх это защитная реакция и защитная реакция призвана значит обезопасить человека от ну от чего-то от чего-то нельзя сказать однозначно от чего ну просто от чего-то просто от чего-то и когда вы вот говорите да когда вы говорите что я боюсь людей вы говорите немножко неправильно потому что понимаете вы не людей боитесь а другого чего-то чего-то другого что стоит за этим это нужно понять нужно это постараться определить нужно это найти и подкорректировать ваше поведение и представление об этом кстати говоря это тоже далее далее смотрите какая получается интересная вещь значит ага и если мы если мы с вами говорим о том что страх это естественно то что вы испытываете это нормально но неконтролируемо почему неконтролируемо потому что нет понимания того как это происходит а понимание нет почему понимания нет а понимание нет потому что в момент, когда то, что с вами произошло, случилось, в этот момент вы себя не осознавали, вы находили состояние аффекта. И аффективное состояние убрало у вас сознательность. Его просто не было сознательности, ее просто не было сознательности у вас. И из-за этого, именно из-за этого ситуация и сложилась вот так. И я полагаю, что нужно эту сознательность вернуть. Но для этого нужно работать. Для этого нужно не бегать от психолога к психологу, а выбрать одного и работать с ним. Если вы будете работать с разными психологами, то ничего хорошего не получится. Ведь каждый психолог работает по-своему, у каждого свой метод, у каждого свои особенности. И так далее. Нужно постараться выбрать своего, и выбрав своего с ним работать. Это и установление доверия к вам. Это и установление доверия к нему, то есть чтобы между вами обоими было доверие. Это более чем справедливо. Это правильно. То, что делаете вы, ну, непродуктивно. Скажем так, просто непродуктивно. То есть вы можете так делать, вы можете ходить по психологам, бегать, но, как вы сами понимаете, ничего хорошего из этого и не выходит. Значит, это вот такой момент. Дальше. Следующий момент. Следующий, следующий аспект. Он заключается немножечко в другом. Если у вас действительно социофобия, если у вас действительно серьезное нарушение психической деятельности, то вам нужно не к психологу. Вам нужно обратиться к врачу, к врачу, к психотерапевту, чтобы он вас осмотрел, как и любой классический врач. И осмотрев вас, он сделает вывод. Сделает вывод, поставит диагноз и назначит лечение. И вас будет лечить. Вас будет лечить. Лечить так же, как и при любом другом заболевании. Но, опять же, для этого нужно в некоторой степени терпение. Сразу ничего не бывает. Нужно доверие. Именно ваше доверие психологу, тому психологу, которого вы выберете. Тому психологу, которому вы доверяете. Понимаете? Я думаю, что именно так можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду раз помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.